Волна проверок прошла по городскому округу Матища. В первую очередь комиссия, в состав которой вошли представители силовых структур, контрольно-надзорных ведомств страны и администрации муниципалитета, обратила внимание на обеспечение безопасности в торгово-развлекательных центрах. Были сделаны выводы, один из них – необходимо наладить диалог с собственниками и руководителями крупных развлекательных торговых объектов в офисных помещениях. Сегодня мы здесь хотим обсудить вопросы не только, наверное, пожарной безопасности, это, конечно, самый главный вопрос, который всех волнует и администрацию, и надзорные органы, но и комплекс, наверное, тех мер безопасности и террористической, и технологической, которые могут привести, не дай бог, на нашей территории к каким-то серьезным последствиям. Встреча была организована по инициативе главы городского округа Матища Виктора Азарова. К трибуне выходили представители администрации муниципалитета, подразделения МЧС, ФСБ, Госатомтехнадзора, вневедомственные охранные прокуратуры, действующих на территории нашего округа и региона. Они напомнили бизнесменам, как важно не уклоняться от плановых и внеплановых проверок, в срок исполнять предписания, если те были выданы. Также предпринимателям напомнили меры пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов. Недавние проверки показали, что подобная лекция как нельзя кстати. В период с 28 марта по 11 апреля сотрудниками органов Государственного пожарного надзора в рамках прокурорского надзора проверено 23 объекта с массовым пребыванием людей. Это торгово-развлекательные центры и объекты культуры. По итогам проведенных проверок на 23 объектах выявлено порядка 360 нарушений требований пожарной безопасности. На двух объектах нарушения требований пожарной безопасности были устранены в полном объеме. В завершении встречи у представителей бизнес-сообщества была возможность задать вопросы и получить разъяснение, что называется, из первых уст. В ближайшее время специально созданная комиссия продолжит проверять крупные объекты на соблюдение мер пожарной безопасности. Кроме того, регион планирует выдавать паспорта антитеррористической защищенности объектам торговли, питания и бытовых услуг площадью от 1000 квадратных метров. Надежда Трифонова, Денис Петров, информационная программа «День». Продолжение следует... Продолжение следует...